Ну, пару анекдотов расскажу, раз уж так Лену Сеич мне объявил. Итак, грузин приходит к доктору на приём. Доктор, раздевайтесь. Не понял. А что непонятно? Пришли к доктору, раздевайтесь. Дорогой, я ещё ничего не успел сказать, ты уже ставишь меня в тупик. Знаете что, я доктор, я лучше знаю, что вам нужно делать. Давайте определайтесь. Хорошо, я сделаю всё, как ты мне сказал, только не нервничай. Раздевается полностью, стоит абсолютно голый доктора. Я вас слушаю. Я угольщик, уголь привёз, куда разгружать? Представители уголовного мира, попросту бандиты, как у нас говорят, перевезли молодого, здорового парня на замёрзшее лесное озеро, прорубили полынью такую огромную, опустили его головой в ледяную воду, чтобы был позговорчивее. Старший говорит, ну что, братик, расскажи нам всем. Недвижимость, машины новые, типа того, что есть? Нет. Ты просто заставляешь меня это делать. Йодаль, повтори. Его опять опускают в ледяную воду, достают. Ну что, может, будешь позаводчивее? Скажи мне, антиквариат, картины в подлинниках, типа Рубенс, вы ласкость, типа того, что есть? Вообще ничего. Я знал, что тебе понравится. Йодаль, повтори. Опять опускают, достают. Ну что, может, будешь позаводчивее? Скажи мне, ювелирные изделия, драгоценные камни, типа того, что есть? Ребята, нету ничего совершенно. Может быть, что-то есть, но вода мутная, не видно нифига. В колхоз перезли таблетки дня поднятия потенции у быков. На следующий день колхозники собрались посмотреть, что за чудо такое. Раньше быки справлялись и без таблеток. И одна доярка спрашивает, а почему они такие зеленые? Ей говорят, ну, потому что бык же травоядное животное, чтобы он мог как бы перепутать препарат с травой и безбоязненно принять. А почему они такие большие? Ну, бык же огромное животное, дозировка соответствующая. Председатель в углу сидит, вы не представляете, какие они горькие. АПЛОДИСМЕНТЫ Огромный авиалайнер Ил-96 Забит под завязку, народ улетает отдыхать в теплые края. Настроение у всех приподнятое, кто-то пьет коньячок, кто-то просматривает журнал, каждый занимается своим делом. И вдруг в салон самолета заходят летчики абсолютно все слепые, все в черных очках, как собака-поводырь впереди. Прошли в кабину, закрылись. Народ прибалдел, конечно. Заводится двигатель, ворудит эта огромная махина на взлетную полосу, начинает разгон. Скорость кошмарная. По времени, по скорости должен взлетать, а он не взлетает. И вдруг все, кто был в самолете, видит впереди бетонный забор. Реакция у всех одна. А-а-а! Он пошел голубую даль туда. Народ. А первый пилот второму говорит, вот так они когда-нибудь не заорут, точно куда-нибудь вклеимся. Спасибо. Спасибо. А-а-а! А-а! 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 Продолжение следует...